вот такой городишко речка вонючка о здравствуйте сегодня понедельник и город вообще уже ожил много людей стало на улице все открыто музыка играет но будний день город выглядит намного лучше да кстати вот само утра кафе заняты как в турции люди сидят непонятно куда они ходят зачем на работу ходят ли они вот такие-то булочки это меня не менять да это обменники курс вот видите 103 евро 116 мы нашли золотую корону да вот здесь есть золотая корона пойдем сейчас закинем эти да здесь кстати казино ставки игровые автоматы на каждом углу все закинем еду ты знаешь да уже все кстати улица называется больничка ты спрашивала если больничка вот у нас улица больничка такие подъезды тут лифт не работает вот смотри вот газ разведен на подключен вот только одна квартира подключила вот это все остальные не подключены тут на одном этаже вот одну квартиру мы видели во всем доме подключены вот разведены на ни одна квартира не подключена тут тоже самое кстати двери ну слушай вот эти первые металлические в общем больничный вариант такой да картон пока ходили у нас нам картон вот такая квартирка это онлайн тут вот кухня стол элекса шкафа и вот ванная так второй выход за сегодня сама за такси возила сама такси возила так второй выход она значит отдохнули передохнули очень жарко было поперли дальше по городу последить но это так не знаю а все мы поняли что это страна частных домиков везде домики вы таких вот высотных домов очень мало бензин такие цены как будто бы россия совсем с этим не помогает вернее она наверно с ценами помогает машин так мало на дорогах да машин мало светофоров почти нет да ну а мы дальше до края города вот там вот в конце улицы налево вот туда будет босния с брицеговиной там минут пять здесь пешком решили не идти сегодня церковь стоит кстати после стамбула очень удивительно не видеть мечети вот в профиле города не видеть мечети и уже как-то дико достало а еще то что вот на возвышенностях нет ни одного флага тоже очень дико вот такой городишко обычный такой небольшой городок да почти в каждом доме у них качели стоят бассейны время от времени бизнеса у них да в каждом доме бизнеса то есть наверху у тебя квартира а внизу у тебя твой бизнес о тут был русский солдат вечером в кафе полная посадка туда дальше посмотреть здесь такая пешеходная типа улице со всякими кафе и магазинами то там дальше в кафе тоже полная посадка так что получается что ну как в турции ты вот заходишь везде в любое кафе и там у тебя люди тусуются и тусуются вот здесь то же самое получается вот про магазины кстати ты этот вот здесь вот за кафе сразу ну потом будем идти снимуте но здесь сразу за кафе магазин армани допустим там вот дальше чуть тиф они находятся то есть здесь есть и бренды и местные бренды и какие-то ноу-неймы там вот видели всякие футболки типа как в турции ну в общем чё тебе надо если тебе надо дешевые что-то вещи то они тут есть если тебе надо дорогие то они тут тоже есть вот такой вот типа городок оп, Алиса Евгеньевна пивасик пьет а мы еще делали закажда ма брозка каждого мченинника он учили к нам и учили водой в даже дать и боям ченек Шум przожигеть е по е по е по що е по которую мченин е по а Сказать, спорить, спасать, познавать, тихо, хрен, бед, наш дед, улучшить ими, улучшить ими, улучшить ими. Когда меня не станет, улучшил я сами. Вот идем домой, но после Турции у меня удивления нет. Ну а так, смотри, вот вообще полная посадка в кафе, это уже другое кафе, не то в котором мы сидели. Стойкость, ощущение, что никто не работает, кроме как в России, остается. Да, это точно. Ощущение, что они здесь тоже не работают, как в Турции. Откуда деньги берут, непонятно. Ну и вот здесь вот дальше тоже пешеходная улочка, там тоже много людей сидит в кафе. Везде почти полная посадка, реально, там пару столов свободных. Где они деньги берут, непонятно. О, те мода. О, здесь вот живая музыка. Ну, в общем, вот так вот выглядит провинциальный сербский городок. Ночью. Да? Ну да, ночью. Ну сколько ночью? Здесь-то еще не ночь, тут только десять часов. Это многие люди как подтягиваются. Да, люди только подтягиваются. Мы сейчас сидели в кафе, там вот люди наоборот начали туда только приходить. Типа дневные уже уходят. Ага. Ночные приходят. Дневные с кофе уходят, приходят ночные с пивом. Это вот центр такой. Я не знаю, мы сегодня дошли до края города, конечно, вот почти до границы с Боснией. То там вот уже выглядит все, конечно, попроще. Ну, там вот одни частные домики такие вот с садами, там качелями, бассейнами, всяким таким. А вот ближе к центру тут, конечно, жизнь. Да. Жизнь кипит. Вот опять кафе и опять люди сидят. Почти опять же полная посадка. И так во всех кафе. Да, и так во всех кафе. Вот пока мы проходили, тут сколько их, вот были все такие. И с утра то же самое. Да, и с утра то же самое, не знаю. Как в Турции все, в общем, занято. Непонятно, где они там, что эти деньги берут. В нем редеет немножко, да? Угу. Но все равно очень ярко. Всем привет. Мы сейчас находимся в Сербии. И до того, как мы сюда приехали, мы смотрели множество видео разных людей с отзывами о этой стране. И многие говорили о том, что им не нравится Сербия только по одной из главных причин. Это пища. То есть то, что подают в ресторанах. Якобы здесь очень однообразная еда и не очень вкусная. Однако, если вы оказались в Сербии, обязательно рекомендуем вам на пробу пиццу. Она здесь абсолютно разных размеров. Здесь огромное количество разных видов пиццы. Даже можешь ее самостоятельно собрать в ресторанах. И пицца здесь прям реально разрывная. Очень вкусная. Все сидят на пицце, все покупают пиццу, все едят пиццу. Так что, будьте в Сербии, обязательно покушайте пиццу. У них тут вот за вот этим вот храмиком маленьким. Ну это старенький, я так понял изначально, который здесь стоял. Вот там вот огромный дом. Это их комплекс. Ну и тут вот сам храм. Вообще в Сербии говорят, чтобы посмотреть, если деньги в населенном пункте, стоит взглянуть на их церковь. Если церковь отреставрированная новая, значит деньги есть здесь. Ну да. Но вот этот вот храм 1900, 1918 года. Да. А вот которые мы вчера были, те совсем новые. Они еще даже этот, там, ну доделываются внутри. А этот наоборот реставрируется. То есть получается по сербской логике, что деньги типа в городе есть. Жесть вообще. Такого что-то не видал давно. Да? Ураганище натуральное. Пультом пойдет. Да? Ураганище натуральное. Ух, тысячу лет не ходил по кукурузе. Слушай, можно было бы наломать, конечно, но она еще молодая. Оп. Ураганище не готовы. Спасибо. Оп. в храм пришли детеночка хочешь водички? отчет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Причапали на вокзал Вот такой вот вокзал возничный Автовокзал Тут еще кстати есть ЖД станция, но мы ее Не нашли, но мы ее не очень Искали конечно Но не попадались Но один раз слышали поезд Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok